Руссиане, а вы способны такое? Хоть один из вас способен? Если вы великий, вы сможете поднять свой флаг, стоя на коне. Также часто показывают видео, как заходят клиенты, но продавцы русские, то есть их просят на казахском обслужить, а они отказываются. Говорят, они не понимают. Вот опять же, если ты работаешь в фарговле, как ты можешь не понимать? Ты не понимаешь? Ты не понимаешь товар, который ты продаешь? Вот я с молодости еще помню, со своей далекой молодостью, я работал в промтоварном магазине. Вот приходили бабушки, слабый бар, слабый жок. Ткань покупать, ека жаром метр, верш? Выр жаром метр, верш? Вы настолько тупые, да, Россия? Ты продавец, ты каких элементарных вещей не знаешь на казахском? Вы тупые. Казахстан, есть один простой вопрос. Вы готовы к тому, что ваши правнуки, праправнуки и еще 100 поколений будут охранять никому не нужные радиоактивные отходы? При том, что всего 4 поколения будут получать электроэнергию от этой станции по пятикратно высокой цене. А 100 поколений будет жить с необходимостью охранять гору радиоактивных отходов. Вот о чем этот референдум. И вторая часть этого референдума готовы ли казахстанцы, чьи родители потеряли Арабское море, быть готовим к риску потерять Балхаш? Вообще, конечно, за два поколения угробить два своих водоема, это... Надо постараться. ...мировой рекорд. Это, знаете, фильм «Бурат», он станет действительно документальным кино после этого. Друзья, мы были свидетелями наглого судебного прокурорского произвола, когда лидеры нашей партии Алга-Хазахстан Марата Жламбаева без никаких доказательств вины упрятали на 7 лет колонии. Все это произошло из-за слабости гражданского общества. Но, к счастью, этот попьющий факт правового беспредела был негативно воспринят международной правозащитой. Фонд «Аманды» и Джорджа Клуни совместно с американской юридической фирмой «Кавингтон энд Берлинг ЛЛП» обратилась в рабочую группу ООН по делу политического заключенного Марата Жламбаева. Как круто. Семикратного рекордсмена Книги рекордов Гиннеса Супер Марафонса. Две авторитетные международные организации указывают, что Казахстан должен отменить ложный приговор в отношении оппозиционного деятеля Марата Жламбаева. «Россиянам катастрофически не хватает электроэнергии. Они решили построить атомную станцию в Казахстане. Но весь казахский народ сказал нет. Спасибо, друзья, и мира всем». «Граждане Башкортостана, я обращаюсь ко всем, кому не безразлична судьба нашей любимой республики. Приближается 11 октября. 34 года назад в этот день была принята декларация о государственном суверенитете республики Башкортостан. Так появилась на свет третья Башкирская республика. Тогда данное решение дало много полномочий нашей республике и подняло ее на новую высоту. Перед трудолюбивым народом Башкортостана открылись новые возможности, и это дало реальные результаты. Республика Башкортостан стала не только одним из самых богатейших регионов России, но и стала известна на весь мир как политический субъект. Люди стремились переехать в Башкортостан, потому что здесь было комфортно жить. У нас, как у государства, был свой собственный президент, но с приходом Путина все изменилось. Смотрите, погибка у нее брючки. Когда казахи в 30-м году, советская власть придавила их так, забрав скот, расстреляв многих казахов. Казахи побежали за границу без ничего, и бежали не просто казахи, а казахи, владевшие арабским языком. Казахи, которые умели обрабатывать кожу, шерсть, которые веками занимались обработкой молочной продукции, которые знали в совершенстве способа различной обработки мяса. Казахи, которые многовековой опыт табунщиков, пасти лошадей, баранов, которые владели опытом торговли, которые веками передавали своим потомкам историю, культуру, обычай, традиции. Так вот, Татьяна, их на границе останавливали не законами, как сейчас, а останавливали пулеметами и винтовками. Вот так вот. А сейчас для вас только закон, видите ли, написали. И уходите вы не с пустыми руками, а вы продаете дома здесь по очень высоким ценам и квартиры. Имущество свое распродаете, нажитое непосильным трудом. А казахи в 30-е годы и этого были лишены. У них все забрали, всю скотину забрали, юрты забирали даже. И казахи умирали. Что ты читаешь? В 2016 году я поставила рекорд 94 тысячи слов с пониманием 90%. Потом я... 94 это за какое время? Ну за час, за... За минуту. Что? Нам ставили... Подожди, стой. 94 тысячи слов за минуту? Да. Способны ли наши участницы мгновенно прочесть большой объем текста и найти несоответствие в нем? Проверим вместе с Одиной Монобековой. Невероятно. Сейчас наша героиня получит текст известного произведения, в котором мы специально внесли вольные изменения. Звездные гости также получат этот же текст, где все изменения выделены цветом. Участница должна доказать, что она не только быстро читает текст, но и усваивает прочитанное. Участница должна доказать, что она не имеет значения, но и усваивает прочитанное. Это текст из «Волшебник изумрудного города», Волковский текст, в который вы внесли некоторые изменения. Просто для проверки. Можем начинать проверку? Да. Хорошо. Ну, то есть понятно, как проверять. Насколько был понят текст. Те изменения, которые есть, их можно там задавать вопросы по ним что-то... Ну давайте. Чем, собственно, был вымышен тротуар? Там было написано, что мраморной плиткой, а в книге написано желтыми кирпичами. Ну да, потому что это была дорога, вымышенная желтым кирпичом. Собственно, в этом была и суть. Да, такое изменение есть, и его удалось найти и запомнить. Женя. С какой скоростью. Когда-то много лет назад, в 2004 году, я полетела в Лондон на выставку. И тут я столкнулась с такой ситуацией, когда не знали, что такое Казахстан. Какая это страна, что в ней есть, где она находится, никто об этом не знал. Было настолько обидно, когда нас принимали за китайцев или японцев. И тогда я поняла, что нужно сделать так, чтобы нас узнавали. И я приехала домой, поездила по другим странам, посмотрела, какие у них есть калчерал виллджи, которые знакомят с культурой их народа. И придумала вот такой аул. Он небольшой, но в нем есть все. В нем есть изюминка. В нем мы рассказываем про быт. Мы здесь показываем обряды. Мы здесь танцуем национальные наши танцы. Мы здесь поем наши национальные песни. Мы окунаем иностранного туриста в нашей культуре. Это наша задача. И когда туристы приезжают, они видят все это и говорят спасибо вам за то, что вы рассказали о такой казах, какова история его, что он в этом мире значил, какой у вас быт интересный, как кочевник жил. Я думаю, что я достигла того результата, для которого я...